Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина и сегодня я хочу поделиться с вами видео о пустых баночках в уходе за собой. Если вам интересно такого рода видео, тогда усаживайтесь поудобнее, поехали смотреть, что я для вас приготовила. Первое, с чего я хочу начать сегодня свое видео, это с масштаба того, что вас ждет. Наконец я созрела уже снять пустые баночки. Я, наверное, месяца два не снимала пустые баночки или того больше в уходе за собой. Поэтому у меня собралась огромная корзинка. Усаживайтесь поудобнее, берите кружечку чая, что-то покушать, потому что болтать сегодня буду много. И сегодня я хочу прям вот отснять все пустые баночки, рассказать вам свое мнение и выбросить их уже наконец. Вот. И если видео будет действительно очень длинным, я его просто поделю на несколько частей для того, чтобы поберечь ваши нервы и психику такое количество времени смотреть именно о пустышках. Ну что, поехали смотреть, что же мне, с чего же мне начать свой диалог. Ну что, я поделила свои пустые баночки здесь. Я сейчас оставила все, что выходит за лицом. Поэтому первая часть видео будет именно о уходе за лицом. Но видео будет, наверное, реально долгим, потому что у меня много. Итак, с чего начать? Начну, наверное, с очищения. У меня закончилось действительно очень много средств для очищения кожи. Начну, наверное, с самого бюджетного, который у меня сегодня здесь есть. Это от бренда Чистая Линия. О нем я уже говорила вам не первый раз. Это у них серия идеальная кожа для нормальной комбинированной кожи. Нежное очищение с экстрактом гранат ромашки. Не сушит, улучшает цвет лица, заряд энергии и свежести. Что могу сказать от себя? Вот если браться по упаковке, отличная упаковка, хорошо выдает продукт, приятная душка, хорошо мылится, достаточно мылкий продукт. Неплохо очищает, не оставляет пленки. На лицо он мне не зашел, так как у меня проблемная чувствительная кожа, она очень чувствительна каким-либо компонентам. Данный гель у меня не зашел именно в уходе за лицом. Я им очищала именно зону декольте, я им очищала спину, могу вам сказать. Да, я человеку, которому помимо того, что бывает высыпание на лице, у меня могут быть высыпания еще на спине. Но вот такой какой-то я неказистый человек, вот с такими изъянами. Ну так вот, могу сказать, что мне очень понравился вот этот вот гель именно в уходе за телом. Слушайте, я кайфанула, правда. Вот я им еще очищаю кисти и я хочу его еще купить, вот здесь 160 мл. И могу сказать, да, вы скажете, Ир, ты прям как бы, наверное, зажралась. Но могу сказать, у кого проблемная кожа на теле, есть высыпания какие-то, да, то как бы, в принципе, присмотритесь. Мне он понравился и стоит очень бюджетно. Следующее средство, которое тоже дико бюджетное, и это бренд Сальцилк. И, кстати, да, у меня на канале есть отдельный плейлист с минутными обзорами продуктов, которые я вам показываю. Я их решила перенести сюда для того, чтобы вы могли по-быстрому какой-то продукт, в принципе, поискать, если вы на меня не подписаны в моем инстаграме, вискик 9970. Так вот, вот этот вот обзор подробный на вот этот вот гель Сальцилк тоже будет в скором будущем там. Что это такое? Это Сальциловый гель Скраб для лица, для всех типов кожи. Активные компоненты здесь Сальциловый, Сальциловая кислота и Цинк. Я могу сказать то, что если у вас дико жирная кожа, прям вот жирная кожа, то я советую вам присмотреться вот к этому средству. Потому что он хорошо подсушивает, хорошо сибарирует, как бы он такой прям жесткий парень. Но если у вас нормальная, склонная к сухости с высыпаниями кожа на лице, я вам не могу его советовать, потому что оно очень сильно подсушивает кожу. Я его также использовала на тело и заметила то, что действительно высыпание, которое есть на теле, он их подсушивает. И в скором будущем они проходят. Мне очень понравился, хорошая душка и очень приятная цена. Следующее средство для умывания, это у меня просто один из моих любимых гелей от бренда Aven. У меня огромная упаковка с помпой дозатора была. Это очищающий гель для нормальной, для жирной проблемной кожи, которая не содержит мыла, гипоаллергены и не комедогена. Вот этот вот гель, это у меня уже не первая упаковка, а по-моему упаковка третья. И мне он очень нравится для моей чувствительной кожи, склонной к высыпаниям, такой катастрофически чувствительной кожи. Мне он очень нравится, как очищает, он не оставляет пленки, хорошо подготавливает кожу к дальнейшему уходу, не имеет никакой практической одушки и очень-очень хорошо пенится. Но вот в этот раз вот эти 400 мл у меня как-то очень-очень быстро улетели, буквально за 4 месяца у меня он улетел. Хотя до этого, когда я покупала, он был у меня более экономичный. Это серия Calinance, простите, не сказала. В общем, если у вас позволяет бюджет и у вас тоже кожа достаточно чувствительная и склонна к высыпаниям, к забитым порам, рекомендую присмотреться к бренду Aven. Он очень хорошо подготавливает, именно очищает кожу. Следующий гель для очищения от бренда Биодерма, Себиум, это то средство, которое меня удивило, потому что это универсальное средство. Вот это вот идет средство от Aven для подростковой кожи, мне кажется, это, знаете, такая вот до 35 максимум. Вот этим вот можно умываться, потом как бы нужно что-то другое искать. Вот это вот средство от Биодерма, серия Себиум, это гель-мусс для умывания, для жирной проблемной кожи, по-моему, да, очищающий пенящий гель для смешанной даже и жирной кожи. Я могу сказать, это просто моя находка, мое открытие весны, потому что до этого я вот этот гель не покупала. Мне понравилось то, как он работает на моей коже, как он хорошо и деликатно очищает в тот момент, когда у меня идут вот эти вот высыпания, воспаления, когда нужно хорошо, мягко очистить кожу, но чтобы она была действительно очищена. У нас ласточки летают очень громко. Чтобы кожа была очень хорошо очищена, но при этом, чтобы она была не стянутая и чтобы не было никакого дальнейшего раздражения и было комфортно им пользоваться. Действительно, чтобы не было никакой пленки, вот эти вот, знаете, у меня очень большие требования гелем для умывания. Вот этот вот гель, он подходит для подростковой, для взрослой кожи, для мальчиков и для девочек он подходит даже, мне кажется, для бритья, потому что у моего супруга есть проблема того, что когда он бреется, у него потом образуются вросшие волоски, они начинают воспаляться, это очень неприятно. И мы вместе с ним стали пользоваться вот этим вот гельчиком. Он просто стал пользоваться, умываться этим гелем и просто на него бриться. Да, ему этого хватает и у него прошли проблемы именно вросших волос, как он стал пользоваться данным средством. Мне очень понравилось, как он очищает, подготавливает кожу к дальнейшему уходу. Я смело могу посоветовать всем девочкам, мальчикам попробовать вот этот вот гель Мусс от бренда Биодрома. Мне он очень-очень понравился. Следующее средство из очищения у меня закончилось две, в принципе, где-то, наверное, схожие, хотя нет, они достаточно разные, но с одного концерна. Начну первое. 100 рецептов красоты, ежедневное очищение для лица, 5 в одном увлажнении, нежное очищение без сухости, мягкое шелушивание, тонус сияния, ровный цвет лица, сужение пор. Это, знаете, это такой гель со вскраблениями, который не так слабенько скрабирует, я бы даже сказала полирует, с такой приятной одушкой в объеме 120 мл. Я им пользовалась именно тоже там на спину, на плечи очищала, но такой, знаете, серединка наполовинку. Он меня не впечатлил, вау, ничего не сделал, неплохо очищал. Я ему, знаете, такой вот легкий скраб с антибактериальным, с каким-то вот очищением кожи его использовала. Но мне его не хочется повторить, могу сказать, и больше мне о нем сказать нечего. Я знаю, что это какая-то, может быть, новинка у этого бренда. Здесь содержится алоэ вера, персиковое масло, рис и минеральная вода. Могу сказать, что после его использования не было стянутости и сухости кожи. То есть, как бы, в принципе, на лицо я его не использовала, но на спину, на плечи он мне зашел. Следующее средство, которое меня просто удивило, оно перевернуло мое вообще представление. Это, опять же, чистая линия, идеальная кожа. И у меня о нем есть пост об этом. Средствия в инстаграм подробно я уже рассказывала. Дагель, скраб и маска. Пять в одном, очищает кожу, сужает поры, устраняет черные точки, матирует, борется с воспалениями, улучшает свет лица. Активные компоненты уголь, эвкалипт, глина и цинк. Это, знаете, это такая вот черная маска для лица, такая даже серая, с какими-то вскраплениями чего-то там. И когда вы его наносите, за счет того, что здесь присутствует эвкалипт, и, мне кажется, даже есть мята, максимальная. Вот на лето это вообще вот просто мастхев, мастхевище из бюджетного чего-то, вот уход за лицом. Настолько освежает лицо, настолько приводит кожу в тонус, немножечко оно тогда, если регулярно пользоваться, подчищает поры. Также оно скрабирует, отшелушивает. Мне прям, знаете, удивило. Я даже себе купила еще одну вот такую упаковочку, потому что на лето это самое то такое мягкое, ежедневное воздействие на кожу, которое очень даже неплохое. Мне понравилось, могу вам сказать. Без сухости кожи действительно, но после него я всегда использую именно какой-то увлажняющий крем. Если его использовать как гель, как гель я его не использовала. В основном я его использовала как маску, и это экспресс маска, которая действует в течение 5 минут. Если вы офисный работник, либо каждое утро собираетесь на работу, у вас катастрофически нет времени и ограничен бюджет, рекомендую попробовать вот это средство, гель скраб маску о чистой линии. Мне очень понравилась, вообще крутая вещь за свои деньги. Следующее, что у меня закончилось, это тоже от бренда чистая линия, тоже серия идеальная кожа. Это молочко для снятия макияжа в душе, для сухой чувствительной кожи, морожка и ромашка. Эффективно увлажняет красивая и чистая кожа, без кругов под глазами. Могу сказать, это средство, которое очищает на четверку. Вот на четверку, да, не более того. Дико маленький объем, его нужно очень много, и желательно наносить его на сухую кожу. Вначале вот это вот все растворять, а потом умываться. Если вы нанесете его на влажную кожу, вы замучаетесь потом смывать свой макияж. Я что-то с ним мучилась, мучилась и поняла, что вот такие вот продукты, это не для меня просто, ну не мое. Неплохо очищал, но я после него всегда прохожусь дальнейшими своими этапами очищения. Но растворяет макияж он на четверку, могу сказать так. Больше я к нему возвращаться не хочу, потому что вот это, знаете, у меня привычка зайти в душ, вначале облиться водой, потом я вспоминаю, что мне надо снять макияж. Я начинаю это все размыливать, это все на 35 раз проходит, дико не нравится, поэтому все, больше не хочу. Так, следующее, что у меня закончилось из демакияжа, это мой просто любимый доктор Джарт. У меня их на самом деле закончилось аж 4 упаковки. Это их микромейкайп римовер от доктора Джарт, демаклер. Могу сказать, это просто мои любимые, любимейшие средства в демакияже на сегодняшний день. Как круто растворять макияж. Вот одной вот такой вот салфеточке хватает снять стойкий макияж с глаз. Вот серьезно. Вот если я делаю макияж для видео, мне потом помогает снять макияж только вот такая вот салфеточка, чтобы растворить весь макияж на глазах. И следующая салфеточка, это чтобы растворить макияж, который у меня на лице. Очень мне нравится. Мне нравится то, что он не щиплет глазами, мне нравится то, что хорошо растворяет. Потом вот это масло, которое присутствует вот в этом, вот в этих салфетках от доктора Джарт, он легко смывается и прям одни положительные эмоции. Смело могу вам посоветовать попробовать вот эти вот салфетки для демакияжа от доктора Джарт. Вообще классная вещь, которая, конечно, не бюджетная, но она стоит своих денег. Я стала в дичайшем восторге. Просто, как знаете, как ребенок радовалась, когда я им пользовалась. Так, следующее, что у меня закончилось в демакияже. Сейчас посмотрим, что у меня тут закончилось. В демакияже у меня закончилась вот такая вот мицеллярная вода от Сифара с зеленым чаем в объеме 100 мл. Могу сказать отдельное внимание, отдельное, в принципе, плюсик за упаковку. Очень удобно брать с собой на летний период куда-то и в дорогу. Это очень удобно. Серьезно, объем 100 мл. Это вот прям куда-то съездить попутешествовать, отдохнуть с собой взять, в командировку. Для домашнего использования и именно сопоставить цену и объем, это как-то получается очень дорогая мицеллярка на самом деле. Поэтому она мне попадала с коробочки красоты. Я за нее не платила отдельно какую-то сумму. Что могу сказать? Для глаз она пощипывает, для глаз она жестковата, но для лица она просто нереально круто тоже делает очищение, снимает и растворяет макияж. Мне очень понравилось. Отдушка у нее зеленого чая, она такого, ну да, пахнет просто чаем. И это приятно на самом деле, мне понравилось, хорошо очищает. После нее такой, знаете, у меня лично, я думала, когда первый раз ей пользовалась, у меня было покраснение лица, но у меня так быстренько покраснело. Я думала, опять аллергия. Прошло буквально 30 секунд, краснота прошла. То есть она делает то, что какой-то приток крови, кожи проходит, когда все раскрывается, раскрывает поры и вычищает. Мне понравилась эта мицеллярка. Если будет какая-то на нее скидка, я обязательно ее продублирую, потому что мне понравилась. Она всецела, хорошо растворила макияж, еще раз говорю, и именно для лица подходит, для глаз она жесткая. Следующее средство для демакияжа у меня, что закончилось, это были салфетки. Приобретались они в Рим Горше. Это Ева Эстетик, салфетки для снятия масла с амарантовым маслом, салфетки для снятия макияжа с амарантовым маслом и с минералами мертвого моря и экстрактом алоэ барабандис какой-то. В общем, что могу сказать? Вот эти салфетки от номер один, это марка именно Рим Гош, мне они понравились. Я, если их увижу на скидке, я их обязательно возьму. Одной салфетки хватает для того, чтобы просто какой-то ежедневный макияж убрать, второй салфеткой продублировать. Если в поход куда-то что-то, да, там также съездить куда-то, очень неплохой вариант. Мне приглянулись и не понравились. После них не было никакого щипания, пленки, то есть вообще очень даже хорошо. Вот эти вот салфетки от Ева Эстетик, какая-то ерунда, если честно. Они быстро подсыхают, они особо ничего не очищают. Нужно 35 салфеток достать для того, чтобы очистить макияж. Я что-то с ними мучилась и мучилась, и по итогу 25 салфеток у меня улетело буквально за несколько раз. А вот эти вот салфеточки у меня, они, наверное, с месяцок были, когда, к примеру, мне нужно было быстро там растворить тушь, мне этого хватало. Здесь же я просто мучилась. Так что если вы будете в магазине Рим Гоша, вы собираетесь куда-то отдохнуть, присмотритесь вот к этим салфеткам номер один, они прям очень хорошие. Вот эти вот именно с минералами Мертвого моря. Очень-очень мне понравились, смело могу порекомендовать. Так, что у меня тут еще есть из очищения? Так, а у меня есть еще мицеллярка, которая в объеме 30 мл от бренда Кодолин. Она мне попадалась в наборе, который я покупала. Могу сказать, это неплохая мицеллярная вода для снятия макияжа с глаз. Она реально гипоаллергенная, неплохо растворяет макияж глаз, но только не очень стойкие. Очень стой, с очень стойким надо подождать. То есть сделать вот эти вот салфеточки, не просто 30 секунд, мне кажется, нам минуту надо держать эти салфетки, если стойкая тушь, и потом она только растворяет. С лица тоже неплохо убирает макияж, но у нее неэкономичный расход. Вот этих 30 мл мне хватило, наверное, разом на 4 максимум. Но имеет приятную, вероятную. Такую одушку мне понравилось, и я подумываю купить полную размерку именно вот для глаз. Вот как бы мне приглянулось, потому что у меня нестойкие туши в основном, и я редко пользуюсь стойкими тушами, и думаю, может быть, взять себе вот такую мицеллярочку, потому что, в принципе, очень неплохо очистила. Для чувствительных глаз она будет работать очень даже неплохо. Мне понравилось. Следующее, что у меня закончилось из-за чищения. Так, у меня закончился тоник от бренда Norevo, X-Fariac, и это моя просто любовь. Это лосьон с АХ-БХ кислотами, и здесь их идет процентное соотношение, по-моему, от 10 до 12% кислот. Ребята, вот если у вас есть пост-акне, если у вас есть веснушки, вы хотите выровнять цвет лица, вот это просто какая-то нереально... И отшелушить еще, знаете, кожу. Вот эта вот штука просто, она такая, знаете, термоядерная для ухода за лицом. Мне она понравилась. Имеет кислую одушку. Здесь всего 125 мл. Пользоваться для чувствительной кожи я им пользовалась раз в 3 дня, потому что чаще кожа становится тоньше. Потом постепенно, просто там раз в неделю даже проэксфолировать кожу свою можно этим тоником, этим лосьоном, и все. Мне очень понравился. Я хочу его заново купить. У кого проблемная кожа, забитые поры, черные точки, есть какие-то пост-акне, есть какие-то пигментные пятна, даже очень хорошо, мне кажется, осветлит. Неплохая штука, мне очень понравилась. И это теперь моя хотелка на зиму. Хочу продублировать еще раз купить. Что у меня еще закончилось? У меня закончился тоник, лосьон, тоник от... Салициловый лосьон, читаю тоник. Салициловый лосьон от бренда Салицинка. У меня даже тут цена на него 65 рублей. Для всех типов кожи. Ребят, на него тоже у меня есть пост. Он выглядит вот в такой вот упаковочке. Активные компоненты тоже салициловая кислота, серая и цинк. Что могу сказать? Для лица, для нормальной, чувствительной, обезвоженной кожи, правосклонной к высыпаниям, он оказался именно на лицо жестковат. Вот если только точечно им наносить на какие-то воспаления, то он подсушивает воспаление. Если вот так вот, как лосьону, протирать лицо, это прям будет... Вы превратитесь в урюк, все и сохнет. Вот протирать им спину. Ребят, у меня как бы кожа, тело, видимо, она немножечко другая, нежели на лице. Она такая более толстая. Я хочу сказать, мне очень даже понравилось. Я его сейчас заново хочу купить себе, попробовать, потому что буквально за несколько применений он убрал воспаление. То есть он их так подсушивает, и они потом просто с помощью скрабов отшелушиваются, уходят. И все, все быстренько-быстренько убирается. Мне очень понравилось. Специфическая такая резкая душка со спиртовыми нотками, но ничего страшного. Такая, знаете, своеобразная какая-то химическая душка. Но мне понравилось. Тоже смело могу порекомендовать именно девочкам с жирной проблемной кожей, у кого именно очень много каких-либо воспалений. Попробуйте его точечно наносить. Мне вот это вот прям понравилось, как точечное экспресс-средство. Закончилось у меня... А где крышечка? Крышечки нет. Закончилось у меня две водички от бренда Кодоли виноградной. Никак не могу разориться себе купить заново еще одну водичку. Я уже много-много-много-много, еще раз говорю, много раз говорила о том, что мне очень нравится вот эта вот водичка от бренда Кодоли. Она очень хорошо увлажняет, успокаивает кожу. Я ее использовала вместо тоника перед нанесением крема. Мне очень нравилось. Ее мелкодисперсное распыление. Она очень хорошо восстанавливает кожу. Но цена у нее очень кусочая. Поэтому нужно ждать, когда будут хорошие скидки на бренда Кодоли, чтобы ее прикупить. Но самая даже со скидкой получается бюджетная цена, так скажем, около 800 рублей. Без скидки она стоит больше 1000. Но это достойный продукт. У меня закончилась вот такая вот манюнечка и вот 200 миллилитров. Классная вода. Ну, очень быстро заканчивается. Поэтому жду, когда будут скидки. Итак, следующее, что у меня тут закончилось. Блин, ребят, я даже боюсь подумать, насколько там я уже наболтала. Маска очищающая от бренда Ева Эстетик. Она идет с аха-кислотами, экстрактом помпая для любого типа кожи. Для меня оказалась это самая дурацкая, бесполезная, налевая маска. Потому что она ничего не делает. Вот ничего. Еще к тому же она оставляет пленку на лице, которую нужно потом смывать. Ничего она не осветляет, ничего она не убирает. У меня есть чем сравнить. У меня были другие маски с подобным действием. Тоже кремовые. Они работали в разы лучше. И они чуть-чуть, на немножечко дороже, чем вот эта маска. Вообще не могу рекомендовать. Я ее использовала до конца, использовала ее до конца, потому что мне было дико жалко. Потому что она, ну как так, выбросить продукт и вот до конца не допользовать. В этом все я, всегда мне хочется допробовать, допользовать продукт. Пусть даже это будет не на лицо на какую-то другую часть тела, но я его допользую. В общем, не могу я советовать вам эту маску. Здесь активные ингредиенты аха-кислоты, экстракт папайя, сорбидол и масло ши. Но при всем при этом, она, тут написано бережная эксфолиация, выравнивание рельефа и увлажнение питания. Вообще ничего не заметила, поэтому проходите мимо, какая-то просто ерунда. Закончилось две маски. Для лица тканевые, где у меня? А где у меня тканевая маска еще? А, вот она. Первая маска Орхия, которую я вам смело могу порекомендовать к покупке. Она идет с улиточным секретом, это просто моя любимая маска в уходе за лицом. Она очень хорошо помогает именно восстановить кожу после каких-либо манипуляций, когда идут активные воспаления, хорошо заживляет рамки, мне очень нравится. И здесь присутствует экстракт улитки, при всем при этом экстракт улитки, он очень хорошо еще и помогает бороться с какими-либо морщинками и возрастаниями. Вообще компания Орхия позиционирует себя именно как та компания, косметикой которой можно пользоваться от 23 лет и выше, потому что здесь какие-то нереальные химические разработки и соединения, которые микроэлементы, которые на каждую кожу выбирают именно свою какую-то, да, по потребности. В общем, я осталась дико довольна этой маской. У меня есть отдельное видео о тканевых масках, так что ссылку оставлю, проходите, смотрите, долго зацикливаться не буду. Вот эти масочки у меня всегда должны быть, потому что они мне очень нравятся. Следующая маска, которая у меня тоже закончилась, это ягодная тканевая маска от бренда Cetua. Она содержит 5 ягод, подходит даже для чувствительной кожи, восстанавливает, успокаивает чувствительную кожу. Здесь малина, земляника, осая, кленовый сироп и голубика-режевика. Приятный такой, неотталкивающий аромат, но по действию она не сделала ничего. Она не увлажнила, не восстановила, не успокоила, ничего. Вот абсолютная бесполезная маска, которая вот просто маска с таким небольшим лекалом. Вообще не понравилась. И у меня это уже вторая маска от бренда Cetua, которая ничего не сделала. И я не понимаю действия этих масок на моей коже, они не работают. Следующее, что у меня закончилось от бренда Tiana, это сыворотка антикупероз. И она мне очень понравилась. Могу вам сказать так. Мне нравится то, как она увлажняет кожу, успокаивает кожу. И она вообще предназначена у нас убирать сосудистую звездочку на лице. То есть укреплять сосуды. Что могу сказать? Мне понравилось то, что сосудистая звездочка постепенно, наверное, если делать более регулярно, нежели делала я, и делать это периодически курсами, возможно, сосудистая звездочка уходит. Сосудистая звездочка у меня на носу. У меня там очень близко расположены сосудики. Нос у меня все время такой, знаете, красный. Как будто я пришла с мороза, либо я его долго-долго терла. И когда у меня насморк, к примеру, у меня прям сливовый нос находится. Поэтому я обратила свое именно внимание на эту сыворотку антикубероз от бренда Тиана. Мне она понравилась. Слушайте, у меня соседи теперь начали жужжать. Ну так вот, что могу сказать? Эту сыворотку можно наносить как самостоятельное средство под крем, перед нанесением, точнее, крема. Я ее наносила и так. Я ее наносила и под альгинатные маски. Действие под альгинатными масками мне понравилось больше. Вот эта сыворотка, кстати, пахнет ромашечкой. Здесь активные компоненты я вам даже, наверное, не скажу, потому что они прописаны где-то очень глубоко. А нет, скажу, гиалуроновая кислота, экстракт ромашки, экстракт конского каштана, экстракт гемелиса, экстракт тимьяна и розмарина. Но данная сыворотка, она именно пахнет ромашкой. Я знаю то, что на многих сайтах теперь представлен бренд Тиана. Его можно также прикупить в магазинах, в аптеках. Мне очень понравилось. И даже косметолог, к которому я ходила ранее, я у нее видела именно бренд Тиана. Она им тоже пользовалась. Она говорила, в принципе, это очень хорошая косметика для домашнего использования и для салонного. Так, следующее, что у меня закончилось. Ребят, еще чуть-чуть осталось, простите. Что ж такое-то? Следующее, что я хочу показать, это у меня закончилась серная мазь. Это обычная серная мазь. Я ей пользовалась именно как маской на лицо для профилактики. Она хорошо очень подсушивает. И если есть какие-то гадости на лице, она неплохо убирает. Так что присмотритесь. Мне очень понравилось. Но ее нужно вначале тестировать на сгибе руки, потому что серная мазь, она немножко токсична. Когда у меня было вот это активное воспаление на лице, я ей пользовалась. Она, так скажем, на 10-15% немножечко сократила у меня воспаление. Следующее, что у меня закончилось, это гель Митрогил. У меня на него есть уже отдельный пост. Скоро будет. Я сделаю в минутном обзоре. Так что проходите, смотрите. Долго зацикливаться о нем не буду. Закончилась маска с кислотами от бренда Филорга. Слипан Пил. Ребят, я в нее влюбилась. Вот реально. Сам производитель пишет, что данной маской нужно пользоваться. Это даже не маска, а крем Слипан Пил. Им нужно пользоваться всего 21 день. В течение 21 дня сокращаются все неровности кожи, нормализуется выработка кожного сау, убираются постакне, сокращаются морщинки, отшелушивается, выравнивается рельеф кожи. И это да. У меня здесь было всего, по-моему, 7 миллилитров. Я им пользовалась, наверное, около недельки. И за недельку он хорошо поработал. Хочу купить полноразмерку. Мне очень понравилось. Я ее полностью вырезала. Классная вещь. За свои деньги просто нереально. Следующее, что у меня закончилось, это был крем от бренда Сефара. Я начала... Это увлажняющий крем для лица, который идет в бузу. Написано таким вот образом. Крем Легенд. Актив. Хидролейшн. Спросите за мой английский. Мост Плюс. Что могу сказать? Я ему пару раз нанесла на лицо. Он имеет приятную одушку, но он не впитывается. Он остается пленкой и забивает поры. Я им просто потом допользовалась именно для рук. Не могу советовать девочкам им пользоваться, потому что оно не впитывается. Он вообще остается какой-то пленкой. И потом, когда вы умываетесь, он этой же пленкой смывается. Какая-то ерунда. Поэтому для рук он подошел вообще идеально. Следующее, что у меня закончилось, это крем с SPF 20 от бренда Aven. Я им пользовалась в прошлом году. В этом году не успела его допользовать. Классная вещь, которая просто, во-первых, дико экономичная. Во-вторых, очень хорошо защищает кожу от солнечных лучей. И мне понравилось то, что с ним не было никакой пигментации. Можно использовать как на лицо, так и на след тела. У меня здесь 50 мл, но он дико экономичный. Поэтому я его не успела допользовать. Очень жалко. Но если вы собираетесь в отпуск, обязательно присмотритесь вот к таким вот солнечным фильтрам. От бренда Ven в этой вот оранжевой упаковке. Классная вещь. Мне очень понравилась. Так, что у меня следующее закончилось? У меня закончился гель от Угрей от бренда Boroderm. Ребят, я его хочу повторить, потому что это нереальная вещь. За свои деньги, по своему действию. Я уже говорила в одном из своем видео, что этот гель, который перевернул просто мое сознание. Я его наношу и в течение нескольких дней, когда я пользуюсь, он просто вытаскивает всю гадость. И спор реально вытаскивает, и все уходит. Потом вавка заживает, и все очень здорово, все классно. Мне очень понравилось. Смело могу порекомендовать. У него такая специфическая одушка, согласно крему Boroderm. Они такие травянистые. Но мне очень понравился, я смело вам его рекомендую попробовать. Именно для проблемной кожи с подкожниками. Я человек, у которого постоянно подкожники и очень жадные поры. Я его просто обожаю. Он у меня закончился, как вы видите, я его использовала до конца. И он отлично работает. Именно эти подкожники он поднимает выше и убирает всю эту грязь. Мне очень понравилось. Еще раз говорю, смело рекомендую к использованию. Крутая просто вещь, просто крутейшая. Следующая у меня закончилась. Это все, что связано с лицом. Точнее, с глазами. У меня закончились патчи под глаза от Шоссе до Бенефианс. Классные патчи, но они очень дорогие. Они идут с чистым ретинолом. Подходят для возрастной кожи, для сухой кожи, которую нужно напитать. И после использования данных патчей, действительно, все какие-то морщинки, которые есть у вас, сухость кожи, она заполняется. Зона под глазами осветляется. Я вот эти патчи использую на два раза, потому что здесь очень много именно вот этого ретинола. Но пользоваться им желательно, конечно, в осенний, зимний период, для того, чтобы не вызвать дополнительную пигментацию на зоне под глазами. Какой-то аллергической реакции данные патчи не вызвали. И мне очень понравилось то, что на мою кожу 25+, данные патчи я наношу один раз в неделю, там, либо два раза в неделю. И мне этого увлажнения, питания хватает. Если у вас позволяет бюджет, присмотритесь вот к этим патчам от бренда Шоссе до Бенефианс. Очень хорошие патчи. Если же у вас ограниченный бюджет, но сухость под глазами у вас присутствует, я могу вам посоветовать патчи от бренда Поредер. У меня закончилось аж три упаковки, это за три месяца буквально. Это коллагеновые патчи, которые хорошо увлажняют кожу, снимают отечность. Я их держу всегда в холодильнике. И при всем при этом я могу сказать то, что именно увлажнения от этих патчей мне хватает полностью. На летний, осенний, зимний период это вот именно хорошее увлажнение. На 15 минут с утра нанесли, ушла какая-то припуглость, увлажнилась кожа. Мне очень нравятся данные патчи. Их здесь всего, производитель пишет 30 штук, а на самом деле их всего 29. Никакой аллергической реакции, либо каких-то прыщиков в зоне под глазами, либо воспалений данные патчи не вызывают. Они такие очень-очень комфортные. И закончились у меня еще две позиции. Это два крема для глаз. Первый крем это Clinique от About Yes. Что могу сказать? Для меня это крем, который неплохой, он неплохо увлажняет. Но все-таки от About Yes Rich он мне нравится намного больше. Вот этот вот подходит, наверное, на 18-летнюю кожу. На ту кожу, где нет явной сухости. Простите, я сейчас насниму, но там уже жужжание во все пошло. Где нет каких-то ярко выраженных морщинок и просто есть сухость. Вот этот кремушек вам подойдет идеально. Если у вас уже есть какие-то первые морщинки, заломчики, вот этот кремушек в плане даже увлажнения будет вам слабоват. Могу сказать так. Но он не вызывает никакой аллергии. Он, в принципе, очень комфортен. И следующий крем, который у меня закончился. И это моя любовь. Это от бренда Airborian. Это женьшеневый восстанавливающий крем за кожей под глазами. Я сейчас себе хочу купить полноразмерку. Это нереально классный крем под зону под глазами. Да, он дороговат, но он работает. Он убирает синевушность под глазами. Он хорошо увлажняет, питает кожу. Мне он очень понравился. Смело вам рекомендую его попробовать. Сейчас себе хочу купить полноразмерку. Потому что он мне очень понравился. И он нереально творит что-то с зоной под глазами. Он хорошо осветляет, питает, увлажняет. Мне лично данный кремушек подошел. Классный крем на 25 и выше лет. Все. Это все пустые баночки в уходе за лицом. Надеюсь, вы досмотрели это видео до конца. Если да, конечно, вы большие молодцы. Если вам понравилось данное видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Пишите в комментариях, чем пользовались вы. Что вы можете мне посоветовать. Я побежала снимать следующую часть пустых баночек. Всех люблю, целую. Берегите себя и своих близких. Увидимся в скором будущем. Новое видео во второй части пустых баночков в уходе за собой. Ну что, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok